Здравствуйте! Это новости 24 на телеканале ННТ, студия Махач Курбанов и короткий анонс, что будет сегодня в нашем выпуске. Я убил его за мотивы личной обиды, потому что он меня оскорблял. Убил собственного дедушку. Подробности вчерашней трагедии и шокирующие признания внука через минуту. После этого я поджег его. Накаченный наркотой. Сильнодействующие вещества в крупном объеме обнаружены полицейскими в колесе автомобиля у жителя Хасавюрта. Ущерб на миллионы. Что пограничники обнаружили в сарае браконьера из Некрасовки, расскажем в выпуске. Вернемся к нашим баранам. Минсельхоз заявляет, что цены на мясо в Дагестане самые дешевые на Северном Кавказе. Министерство здравоохранения Дагестана выступило с официальным опровержением видеозаписи о массовом заражении кишечной инфекцией жителей Махачкалы, появившейся сегодня в социальных сетях. В Дагестане все еще не перестают майнить. Очередная крупная нелегальная майнинг-ферма опечатана в Махачкале правоохранительными органами. Изъято около полутора тысяч аппаратов для выработки криптовалюты. Стоимость техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии предстоит выяснить специалистам. Возбуждены уголовные дела о незаконном предпринимательстве и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. За что внук убил родного деда? Сейчас выясняют следствие. Напомним, вчера на берегу моря между Избербашем и Махачкалой было обнаружено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 68-летний житель Избербаша. В ходе разбирательства полиция выяснила, что трагедия произошла на почве конфликта между убитым и его 18-летним внуком. Молодой человек в отделении полиции признался в содеянном и по-своему объяснил все произошедшее. Я убил его на мотиве личной обиды, потому что он меня оскорблял за не такое большое непослушание, он меня материл, из-за этого я очень сильно обидчивый. Я совершил убийство ударом боевого меча катаны по шее моего дедушки, после чего я поджег его. Понял, подожди, в это время вы где находились? В машине, на улице? На улице. На улице. Потом? После этого я поджег его. Где поджег? Там же? Там, примерно в этом же месте, он туда-сюда ходил, и я его поджег, облил бензином, поджег его, и сел на машину и уехал. Собранный полицейскими материал передан в следственный комитет, где уже по данному факту возбуждено уголовное дело. Около двух килограмм наркотиков в колесе машины. Сильнодействующие вещества в крупном объеме обнаружены полицейскими у жителя Хасавюрта. При проверке документов водитель вел себя подозрительно, поэтому сотрудники полиции приняли решение досмотреть авто. В багажном отсеке в запасном колесе были найдены свертки с запрещенными психотропными веществами. По факту собран материал, ведутся следственные действия. Замороженные миллионы, набитый краснокнижной рыбой сарай, нашли пограничники в селе Некрасовка Кизлярского района. Браконьеры наловили более 700 килограмм осетра. Предварительно нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 31 миллион рублей. По данному факту продолжается проверка. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба пограничного управления по региону. Правительство Дагестана предусмотрит более 80 миллионов рублей на случай прибытия беженцев из Донецка и Луганских народных республик. Соответствующее распоряжение подписал глава Кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Предусматривается, что в случае прибытия они будут размещены в пунктах временного размещения. В том числе деньги будут направлены и на питание прибывших граждан. Напомним, ранее Сергей Меликов поручил правительству заблаговременно обеспечить комфортные условия для беженцев с ДНР и ЛНР. Министерство здравоохранения Дагестана выступило с официальным опровержением видеозаписи о массовом заражении кишечной инфекцией жителей Махачкалы, появившейся сегодня в социальных сетях. Число госпитализированных в центре не превышает средние значения в это время года, говорится в сообщении Минздрава. Инфекционные отделения не переполнены. Все пациенты получают необходимое лечение. Тем не менее, жителям республики здравоохранительное ведомство рекомендует соблюдать меры профилактики. Баранина в Дагестане самая дешевая на Северном Кавказе. Такое смелое заявление сделали в Минсельхозе региона. При этом в ведомстве отметили, что это не распространяется на мясо кур. По словам первого заместителя министра Шарипа Шарипова, здесь сложно сдерживать цены, так как республика еще не покрывает собственные потребности на мясо птицы. День открытых дверей Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук прошел в Махачкале. Научную сессию посвятили 115-й годовщине со дня рождения Хабибулы Амирханова. Академик родился 7 мая 1907 года в селении Карада Гунипского округа. Многие эксперты до сих пор отмечают его значительную роль и в формировании кадрового потенциала ученых региона в начале 50-х. Возглавляемый Амирхановым дагестанский филиал Академии наук СССР долго считался крупнейшим на юге России академическим центром. Как вспоминают коллеги, многогранная научная деятельность Амирханова получила широкое признание. Он стал первым дагестанцем членом Академии наук. Доклады научные мы его прослушали. Его направление, которое он заложил в конкретном науке физики, это физика полуправников, теплофизика и геофизика. А как организатор науки он заложил основу практически всех наших 10 академических институтов, которые на данный момент в Дагестане существуют. Геофизика на основе тех результатов, которые он в свое время получил и с приглашением сотрудников из других научных центров Советского Союза в то время. У нас в 57-м году, в 56-м году был открыт специальный институт геологии, который занимается геологией не только Дагестана, но и Восточного Кавказа. Все те направления, которые в этом институте представлены, они как раз и служат изучению геологии Республики Дагестан. Ну и минералогической базы, сырьевой базы и так далее. Это очень широкая тема и направление. Студенты, которые специализируются по физике твердого тела или физике конденсированных средств в университете, непосредственно сталкиваются с теми результатами, которые он получил в свое время в науке. И геологи, например, сталкиваются с методом определения абсолютного возраста горных пород, который он в свое время разработал. Этот метод широко применяется в геологии и считается одним из надежных и основных методов определения возраста горных пород. Международный опыт профилактики и противодействия идеологии терроризма. Эта тема станет главной на межрелигиозном молодежном форуме, который стартует в Дагестане 17 мая. Гости и участники будут работать на различных площадках почти неделю. Все это время им будут представлены все условия в лагере «Огонек» Кайтакского района. В обсуждении злободневных вопросов примут участие эксперты по межнациональным отношениям, известные общественные деятели, политики и спортсмены. К слову, форум в Дагестане проходит уже девятый раз и главным организатором традиционно выступает Миннация региона. Муфтия Дагестана посетили известные спортсмены, в числе которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Гости поблагодарили духовного наставника за проводимую духовно-нравственную работу в регионе. Шех Ахматофанди обратился к ним с наставлениями. Он отметил важность таких качеств, как благонравие, терпение и самообладание. «Вот эти нравы у вас должны быть лучше всех обычных людей, когда где-то на улице вас кто-то оскорбил, или же вы что-то негативное видите, вы же спортсмены. Если вы себя держать в руках не можете, вы этого человека ударите, и он может погибнуть. Вот такой может быть исход. Поэтому вы должны научиться себя в руках держать. Это очень важно всем спортсменам. Душевно, чтобы были здоровыми, чтобы у вас были хорошие нравы. И тоже вот какие-то минуты надо же на это тоже тратить. Ну, над нравами стоит работать. Воспитать в первую очередь самих себя. Потом, чтобы мы были как бы примером для младших. И чтобы вы радовали своих родителей. Чтобы вас радовали ваши дети. Чтобы весь Тагестан, вся Россия, вами, чтобы гордились. В Русском театре прошел закрытый показ главной театральной премьеры этого года по пьесе Антона Чехова «Чайка». Постановка режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Павлова, работы которого уже хорошо знакомы нашим зрителям по спектаклям «Ричард Третий», «Арт», «Тартюф», «Ханума» и многим другим. Первыми премьеру оценили журналисты и деятели искусств. Что вне особенного увидела и наш корреспондент Малика Курбанова. Новая история с известными героями, но вечными конфликтами, которые спустя больше века звучат все так же остро и провокационно. Это первая постановка популярной в мире пьесы «Чайка» на сцене Русского театра. Самую трагичную комедию в сценической версии представил дагестанскому зрителю режиссер Дмитрий Павлов. Эта история волновала театральных режиссеров по всему миру. В его версии «Чайка» об искусстве, жизни, смерти, бессмертии. В ней задействовано четыре персонажа вместо тринадцати. Сюжет полностью адаптирован и выстроен в контексте нашего времени. Надо сказать, что понятно, что это извечнейшая пьеса. Пьеса об искусстве прежде всего. Сам Чехов называл пьесу комедией, хотя смеяться тут на первый взгляд не на чем. Все герои по-своему несчастны. Переплетение судеб, безответная любовь, разрушенные надежды, неприятие себя и смирение. Возможно, именно в несовпадениях мечты с реальностью Антон Павлович и видел иронию судьбы. И моя задача тоже передать сегодня Чехова, да, донести самого Чехова, в чем он в нашем сегодняшнем дне. Пусть будет актуален. Пусть будет актуален. А актуален очень. Вот, потому что не уходят эти конфликты, не уходят эти проблемы. Если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала нам мне всю свою жизнь. Но создавала бы, что счастье ее только в том, что вы воздушете на меня. Декорации, костюмы, музыка, свет. Коллективу удалось передать состояние каждого героя. Моя героиня Нина Заречная, молодая девушка, мечтающая стать актрисой, как когда-то я мечтала ей стать. Мне это очень близко. Я ее очень хорошо понимаю. Потом она, конечно, столкнулась с такими трудностями, которые я в своей жизни не преодолевала. Но я постаралась вникнуть в это, понять, прочувствовать. Мой персонаж в неком смысле реформатор, театр, театральных форум. Я не совсем с ним согласен, но у меня есть моменты, где я соприкасаюсь с ним, так скажем, в отношении каких-то там спектаклей или ситуаций. Аркадин – это совсем другой человек, другой образ. И на самом деле найти ее, найти ее вот эти нотки правильные, которые ее охарактеризуют, для меня было очень сложно. Я очень благодарна Дмитрию Юрьевичу за то, что он умеет тонко тоже подсказать, направить. И если у меня, конечно, получилось, я очень рада. Я надеюсь, что зритель придет и оценит мою работу. «Чайка», ставшая классикой мировой драматургии, стала главной премьерой года Русского театра Дагестана. Повторный показ пройдет 28 мая. Малика Курбанова, Салман Датихмаев, ННТ «Махачкала». Бег на разные дистанции, метание гири и перетягивание каната. 14 мая в Махачкале пройдет второй республиканский фестиваль народных видов спорта среди юношей. Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова соберут около 150 школьников из разных уголков региона. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Магомеда Магомедова. Самых сильных и ловких определят восьми дисциплинах. Кульминацией станет турнир по перетягиванию каната, где участникам предстоит проявить командный дух. Это все к этому часу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите на соцсетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин